МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снюх, имеется в продаже? Нет. На этой неделе сотрудники полиции вышли в очередной рейд по проверке торговых табачных точек областной столицы Верхневолжья. Особое внимание правоохранителей к фактам розничной торговли, продукции с признаками наличия в составе табака и его производных. Так называемых снюсов. По данным полиции, такие изделия появились в торговых точках Твери сравнительно недавно и пользуются широким спросом у молодежи. Покупали в основном его кто? Покупали, мы спрашиваем паспорт, потому что там содержится никотин. И я всегда спрашиваю паспорт. Потому что я боюсь, во-первых, большие штрафы и рисковать. Во-вторых, сейчас видео в интернете очень много, как дети едят вот эту гадость. И то, что, слава богу, что его снимают, мы сейчас, если честно, это как, знаете, как в своё время, помните, продавались эти в аптеках, покупали. Вот мы так же рады, что их сняли. В одной из торговых точек полицейские изъяли из продажи 50 упаковок продукции. Вся она направлена на экспертизу. В рейды сотрудники правопорядка выходят ежедневно. Такая работа приносит результаты. 26 декабря в ходе очередной проверки, а сотрудники полиции зашли в торговые точки всех районов города, нерекомендованной к продаже продукции не оказалось. Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию. В ходе предварительного следствия установлено, что трое жителей Москвы, действуя в составе организованной группы, на территории Сележаровского района, с целью систематических незаконных сбытов, в различных регионах России организовали производство наркотического средства «Мефедрон» общей массы около 7 килограммов. Затем часть произведенного наркотического средства «Мефедрон» массой порядка 5 килограмм злоумышленники перевезли из Сележаровского района в Московскую область, где с помощью химических реактивов один из организаторов нарколаборатории провел с наркотическим средством процесс очистки в виде кристаллизации, фильтрации и просушки с целью последующего незаконного сбыта по наиболее выгодной и максимальной цене. В ходе дальнейших действий сражениями правопорядка установлено, что обвиняемые создали интернет-магазины, через которые незаконно путем осуществления тайников-закладок осуществляли незаконные сбыты указанного наркотического средства на территории Москвы. По месту жительства фигурантов, а также на территории Сележаровского района, проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные весы, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты и наркотические вещества. А также реактивы, колбы, канистры. После изготовления очередной партии наркотиков организаторы и исполнитель задержаны сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. 24 декабря в Тверском областном суде решается судьба Юлии Дмитриевой. Напомним, в преминых сторон прокурор по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса просил признать Дмитриеву виновной и назначить ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В ноябре прошлого года Дмитриева, находясь в квартире дома по проспекту Ленина в Твери, совершила убийство своей 4-месячной дочери. Причина дикого поступка – девочка вела себя беспокойно. В рамках расследования этого уголовного дела следователями регионального следственного комитета возбуждено еще одно уголовное дело. За Воложским межрайонным следственным отделом города Тверь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 4-месячной девочки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних преступления, предусмотренные частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть халатность. Напомним, преступление было совершено в субботу 10 ноября прошлого года. Из материалов уголовного дела следует, что женщина до 4 ноября 2018 года проживала совместно с своим сожителем и их совместной малолетней дочерью, которая состояла на учете в детском отделении Калининской ЦРБ. Также установлено, что отец девочки, ранее судимый за совершение преступлений, в том числе против личности, находился под административным надзором, а за неоднократные нарушения установленных ограничений и обязанностей, кроме этого, был привлечен к уголовной ответственности. Сам мужчина официально не был трудоустроен и проживал на случайные заработки. А еще следствием установлено, что сожитель в состоянии опьянения поднимал на мать своего ребенка руку, за что привлекался к административной ответственности и поставлен на профилактический учет в Калининский отдел полиции. Мало того, по нашим данным, и отец, и мать ребенка употребляли наркотики. Несмотря на задачу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, направленных на обеспечение защиты прав и законов интересов несовершеннолетних, также на проведение индивидуальной профилактической работы, своевременного выявления семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудниками полиции, также медицинскими работниками, осуществлявшими патронаж за ребенком в возрасте до 1 года, также иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей ребенка, а также своевременному выявлению данной семьи малолетней девочки, которая находилась в социально опасном положении, а также ее изъятию из данной семьи принято не было. Таким образом, указанные бездействия в конечном итоге привели к совершению, к сожалению, такого тяжкого преступления, убийства девочки 10 ноября 2018 года. В рамках возбужденного уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучили и проанализировали все обстоятельства, включая действия или бездействия должностных лиц всех органов системы профилактики, в обязанности которых входит выявление и профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних. О вердикте суда в отношении 32-летней Дмитриевой мы сообщим в следующем выпуске «Патрульной службы». 27 декабря у здания ОМВД России по Тверской области сотрудникам подразделений ГИБДД и межмуниципальных отделов полиции региона вручены ключи от новых автомобилей. На вооружение полиции поступило 41 машина марки «Шкода», «ОАЗ Патриот» и «ГАЗ». Подразделение ГИБДД Тверской области на вооружение поступило 25 патрульных автомобилей марка «Шкода» «Октавия». Данный транспорт будет распределен по подразделениям. Сотрудники будут его использовать при несении ДПС. Действительно, вручение этого транспорта повысит готовность подразделения ДПС к выполнению поставленных задач. Эти автомобили поступили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его составляющих в федеральном проекте «Безопасность дорожного движения». Ключи от нового автотранспорта сотрудникам правопорядка вручал глава региона Игорь Рудене. За последние три года в рамках федеральной программы подразделения полиции Тверской области получили 163 автомобиля.